Пишет нам Маша, Люба, расскажите, какие девочки у быту, а то мы их видим красивыми, напудренными, на самом деле, все может быть иначе. Кто возит с собой много косметики, кто чемодан одежды, кто разбрасывает все по комнате. На самом деле я не заглядывала в чемодан других девочек, но, знаете, такая легкая, скажем так, хаос в комнатах творился часто у девочек, потому что там что-то не успеваешь, там что-то забыл, побежала туда, здесь бросила, а потом, когда ты живешь по несколько человек в комнате, там, допустим, одна в душе, другая, ну, был такой некий хаос, но чтобы был бардак, не знаю, может, девочки. А вы, кстати, с кем жили? Не знаю, насколько можно об этом говорить. Жила с Аленькой, я жила, я в комнате даже видно, с Аленькой жила, с Алькой жила, с Аней жила. Когда вас расселяли, кстати, не было ли каких-то таких претензий у девчонок? Я все-таки не буду жить, посылите меня в другую. В моем случае не было, абсолютно. А другие участницы? Ну, я не прошу называть имен. Не, не то, чтобы называть имен. Честно, не вспомню, потому что, наверное, у девочек, если у них были конфликты, они бы, наверное, об этом сказали, а я бы не особо наблюдала у кого там какие-то претензии. Я знаю из-за себя. Так, сейчас посмотрю, есть ли еще вопросы наших читателей. Вот Лили написала. Люба, здравствуй. Скажи, а ты правда рассчитывала победить в проекте? Каким ты ожидала видеть холостяка? Ведь, если я правильно поняла, девушки не знали, кто будет главным героем. Ты представляла себе, каким он будет, кстати, вот интересно? Кого вы видели, да? Я говорила о том, какой типаж мужчин мне нравится. Понятное дело, что каким он будет, можно гадать очень долго. Я говорила о том, что мне нравится типаж мужчин, как Иван Иван. Ну, когда выбирает обычно холостяка, там, когда же канал СТБ проводит какие-то, не знаю, новости выпускает, там, Кличко Владимира холостяка, там, или футболиста наших известных, вы там ни с кем не гадали, кто же будет там следующим холостяком? Нет, 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 абсолютно нет. Что тут у нас еще? Так, а насчет победы? Вы шли за участием или за победу? Я шла за участием. Главное, эмоции и чувства. И когда я шла, я не знала, что там будет за чай. Говорить о победе, возможно, я могла бы в любой момент сама развернутируйте, если бы человек не подходил. Поэтому говорить о победе. Ну что ж, это был последний вопрос от наших читателей. Я вас попрошу сказать завершающее слово. Напутственно, возможно, для следующих участниц холостяка пятого сезона. Да, большое спасибо вам за ваши вопросы. Было очень приятно с вами общаться. Девочки, если будете идти на следующие кастинги холостяка, просто будьте с собой, не пытайтесь никого копировать, и это будет вашим залогом успеха. Так могу пожелать нашим девушкам, не только их, и сильной половине. Любите и будьте любимыми. Это самое главное. Спасибо. Спасибо.